Всем привет! Вас приветствует все о Звездах ТВ. В этом ролике я расскажу о таком популярном, молодом, талантливом и очень востребованном актере, которого зовут Михаил Гаврилов. Михаил Гаврилов это известная личность в мире кино, а также в мире театра. Его имя постоянно фигурирует в театральных постановках и популярных сериалах и фильмах. Кроме того, он является несостоявшимся врачом, а именно хирургом. Перед ним были открыты все двери, а в мыслях далеко идущие планы. Однако Михаил смог поразить всех, когда вместо реализации этих планов он выбрал все-таки профессию актера. Удивительно, что в 2016 году он также стал фигуристом после громкого успеха в кинокартине о хоккеистов. Михаила пригласили в телевизионное шоу, которое называется Ледниковый период. Пара для него стала известной фигуристкой, которую зовут Татьяна Татьмянина. Видно даже невооруженным глазом, что Гаврилов очень разносторонняя личность. Необычным кажется и тот факт, что жена актера также играла виртуоза фигурного катания в фильме «Жаркий лед». Судьба будто старалась их свести при любой возможности. Близкие и друзья этой пары характеризуют исключительно как надежного, спокойного и целеустремленного человека. Он не способен на подлость или предательство. Михаил Гаврилов родился в Тольятти, а через пару лет вся семья переехала в Пермский край. По этой причине годы будущего актера проходили в маленьком зауральском городке. В ранние годы Михаил даже не задумывался о том, чтобы стать актером. Семья у него была обычная, поэтому и увлечения были, как и большинство мальчишек со двора, также обычные. Он гулял с друзьями, также увлекался спортом. Кино для него было лишь способом провести свободное время. Также Михаил обучался в Пермском политехническом университете. После этого он отслужил три года вооруженных силах России. Сначала он должен был отслужить стандартный срок срочной службы, который положен всем по закону. Однако после истечения этого срока он подписал контракт и остался дальше служить Родине в составе профессиональной армии. Жизнь Михаила кардинально изменилась, ведь сейчас он продолжает развивать собственную блестящую карьеру, как в кино, так и в театре. Чаще всего можно его увидеть в сериалах, однако и в кино для него всегда припасено местечко. Именно в сфере кино молодой человек сумел отыскать свою единственную любовь. Знакомство молодых актеров произошло еще во время обучения, а именно на съемочной площадке. Избранницей всей жизни для Гаврилова стала актриса Анна Нысатова. Вместе они играли влюбленную пару в фильме «Здесь кто-то есть». Эта история не так проста, как кажется с первого взгляда, ведь настоящий роман завязался между ними далеко не сразу. Им удалось призваться лишь в тот момент, когда началась работа над второй частью этого телепроекта. Михаил сразу же заметил красавицу Анну, вот только она напрочь пресекла все его попытки поухаживать за ней. Довольно продолжительное время между парой были исключительно рабочие отношения, однако однажды между молодыми людьми возникла искра. Михаил сразу же почувствовал это, ведь он уже продолжительное время старался ухаживать за Анной и уговаривал ее сходить с ним на свидание. Поняла это и сама Анна, но продолжала стоять на своем. Тут время близилось к Новому году. Будущая жена Гаврилова Анна была приглашена на праздник в компанию малознакомых людей. И именно во время боя курантов Анна осознала, что больше всего на свете хотела бы сейчас быть рядом с Михаилом. В эту новогоднюю ночь она неоднократно пыталась дозвониться Михаилу, но так и не смогла. Однако судьба к ним была благосклонна, 1 января они все-таки смогли встретиться и после этого пара больше не расставалась. Как только они закончили работу над кинопроектом, то сразу же отправились отдыхать в Солнечную Доминикану. После возвращения с отдыха молодые люди решили съехаться, жили они в гармонии и взаимопонимании. Неоднократно Михаил пытался сделать предложение своей любимой, вот только связали отношения, узами брака они только в 2012 году. Пара решила не играть в свадьбу, вместо этого после росписи они отправились в путешествие, где замечательно провели время в Австрии. И уже летом того, же года у счастливой пары супругов родился сын, которого назвали Андрей. Михаил и Анна планируют еще пополнение в своей семье, они хотят большую семью и много деток. Оба эти актера очень востребованы в мире кино, однако между ними нет никакого творческого соперничества, а даже наоборот. Они предпочитают друг друга во всем, обсуждают идеи, поддерживают и начинания все. Все благодаря тому, что они очень трепетно и любяще относятся друг к другу. Жена Михаила Анна признавала, что он не только прекрасный актер, а также замечательный отец, хороший семьянин и отличный хозяин. Он не отлынивает от выполнения всей домашней работы и очень сильно помогает своей жене. Он часто готовит разные кулинарные изыски, очень любит готовить и даже мечтает открыть собственный ресторан. Пожелаем этому прекрасному молодому и талантливому актеру еще много новых интересных ролей, а также достижения всех намеченных вершин, как в карьере, так и в личной жизни. Пусть у него все получится и все сложится, ведь он так полюбился зрителям за все свои многочисленные и многогранные роли и за свой талант. Все зрители помнят его по прекрасно сыгранной роли во всем любимом фильме и популярном, который вышел в том году. Он называется этот фильм «Крепостная». Благодарю всех за внимание. Если вам понравился этот ролик, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на этот канал, обязательно подписывайтесь, ведь впереди еще много нового и интересного. Также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok